Приветствую! Резерв Плюс снова накосячили. Вот с таким лейтмотивом будет видео и мы поговорим о том, как же накосячило государство с Резервом Плюс и почему снова. Ну, как, я думаю, вы уже прекрасно знаете. Вы уже, скорее всего, слышали вот это интервью, где представители министерства пытаются пояснить, кто же делал Резерв Плюс, кто его писал, кто писал код, каким образом оно оказалось у Министерства обороны. Ну и по официальной версии это кто-то вроде бы Бердио, который финансируется Евросоюзом, ну и другими международными донорами, и у которых там интересная репутация есть у некоторых. И якобы это все было сделано бесплатно для Украины и передано Министерству обороны. При этом, когда интервьюеры задавали конкретный вопрос, а кто же разработал вот этот Резерв Плюс, получили просто бессмертный ответ. Вот эта фраза, которую нужно запомнить, которая, она пригодится вам в любых ситуациях. Кто был разработчиком Резерв Плюс? Разработчиком Резерв Плюс была компания, которая разработала программное обеспечение. Прекрасный ответ просто поражает своей полнотой. Вот. В чем косяк? Самый большой косяк, на мой взгляд, по программе Резерв Плюс. Не в том, кто его разрабатывал, каким образом. Даже не в том, что там не могут они предоставить сейчас документы все. Самый большой косяк в том, что люди, которые сидят в министерстве, они лишены, как мне кажется, вот глубинного понимания, глубинной оценки ситуации. И они накосячили в том, что постанову про Резерв Плюс они сокрыли. Они сказали, что есть постанова, вот она дата этой постановы, даже номер не назвали этой постановы, и она вроде как для служебного пользования. В принципе, мы с вами прекрасно понимаем, что в документах с грифом ДСК ничего такого нет. Да, то есть, ну, это нормальная ситуация, часть информации должна быть сокрыта. Да, она, ну, не нужно, чтобы все о ней знали. Ну, вот вопрос в чем. А нужно ли было скрывать информацию, например, следующего плана. Электронный кабинет военно обязанного призывника-резервиста – это приложение Резерв Плюс. Вот если бы мы в какой-то постанове, либо в каком-то законе прописали вот такую фразу, она бы нанесла кому-то ущерб? Нет. Но из-за того, что эта фраза отсутствует на сегодняшний день в документах, которые с открытым доступом, у людей возникает разумное сомнение и разумный вопрос. А электронный кабинет, который предусмотрен действующим законодательством, и Резерв Плюс – это одно и то же. Резерв Плюс в этом смысле он вообще законный. И получается, что на этот вопрос люди не могут найти ответ. Почему? Потому что гриф ДСК для службового коррестувания. Зачем прятать эту информацию? Ведь мы же прекрасно понимаем, что это породит много-много разных вариантов толкования этого. Кто-то уже говорит, что Резерв Плюс вообще незаконный. Почему? Потому что ни в одном законе нет упоминания такого приложения. Нигде не написано про Резерв Плюс. И с такими людьми сложно поспорить. Кто-то говорит, что так это вообще какая-то частная компания написала этот Резерв. Он, скорее всего, принадлежит этой частной компании. Она имеет к нему доступ. И возникает вопрос, что будет с моими персональными данными, которые я передам в Резерв Плюс. И то же, что мы можем этому человеку ответить? Ничего. Мы не можем ему показать никакой информации. Потому что она вся закрыта. И много других разных теорий возникает вокруг системы Резерв Плюс. А все почему? Потому что люди, которые там сидят, они походу не знают даже новейшую историю. Они не следят за тем, что вообще происходит в Украине. Как общество реагирует на те либо иные события. И пряча Резерв Плюс от общества. Они наступают на те же самые грабли, на которые наступили с ТЦК и ЕСП. Что я имею ввиду? И почему я говорил, что снова государство накосячило? Ну, даже не государство, и государство это неправильно. А конкретные люди, которые вот там принимают решения, они косячат. ТЦК и ЕСП нет в реестре. Так, мы прекрасно с вами знаем, что большинство ТЦК и ЕСП в реестре никакой информации нет. Есть записи там про то, что их выключено из реестра. И все. В итоге, да, этому есть объяснение. Юридическое объяснение. Потому что выключали из реестра на основании решений судов. ТЦК и ЕСП шли в суд и просили исключить информацию о них из реестра. Потому что это государственная тайна. Ну, насколько тайной является местонахождение каждого ТЦК и ЕСП, мне думается, не стоит говорить. Их адреса, в принципе, есть на сайте Минобороны. Вот. Но сам подход, да, вы взяли, спрятали ТЦК и ЕСП. В итоге, что вы получили? Вы получили кучу вопросов от людей, которые изучают законодательство и которые знают, что любая организация должна быть зарегистрирована в государственном реестре. О ней должна быть информация открыта. Мы ведь можем зайти и посмотреть, какие госорганы есть, какие юридические лица и профизических лиц. Про всех информация должна быть в этом реестре. Про всех, но не про всех ТЦК и ЕСП сделали исключение. И из этого получилась куча как фактических проблем. Многие люди не принимают, не воспринимают ТЦК и ЕСП как государственный орган, как зарегистрированную организацию. Потому что они заходят в реестр и говорят, так-то мне. Нет, даже Верховный суд, как мы знаем, говорил, что в реестре-то нет. Что будем с этим делать? Мы наступаем на те же самые грабли. Мы сейчас сделали, на самом деле, ведь идея была нормальная. Ну, в том плане нормальная, что когда мы говорим об обновлении данных, если у тебя выбор идти в ТЦК, либо обновить через программу, понятно, что лучший вариант с программой. Но мы взяли и от общества спрятали информацию об этой программе. При том, что мы же должны были прекрасно понимать, что этой программой заинтересуются история ее до большинства людей. Потому что она касается почти всех мужчин, живущих в Украине в возрасте от 18 до 60. Она их всех касается. И на что рассчитывали? Они рассчитывали, что как бы мы спрячем информацию, и никто вопросов задавать не будет. А что, у нас люди такие глупые, что вопросы не будут задавать? Нет. У нас люди сразу же начали задавать очень умные вопросы. Вопросы, на которые у государства теперь нет ответа. У них есть, понятно, выход. Им нужно выходить из этого каким образом? Нужно менять какие-то постановы. Та, которая там закрыта, ну пусть будет закрыта уже. Ну так вы пропишите в законе, что резерв плюс это название электронного кабинета призывника военнообязанного резервиста. И все. И у нас не будет вопросов. Мы скажем, вот теперь понятно, что резерв плюс законы. Зачем вы прячете информацию об этом в каких-то секретных постановах и наказах? Зачем это делается? Для того, чтобы еще больше породить волну недоверия у людей. Ну, потому что все, о чем люди не знают, понятно, они не доверяют. По обновлению данных, что теперь делать? Что с этой информацией делать? Многие люди и адвокаты в том числе говорят, что все, через резерв плюс не нужно обновлять данные. С одной стороны, мысль не такая уже плохая, а с другой стороны, вопрос альтернативы. Надо же думать о вопросе альтернативы. Потому что, если человек не обновляет данные через резерв, то у него остается два варианта. Вариант первый, идти в ТЦК. Мне кажется, этот вариант вообще никому не нравится. Хотя бы потому, что там надо просто в очередях стоять. Не говоря уже о других моментах. Ну, самый первый момент, там в очереди ты будешь стоять три дня. Второй вариант, это ЦНАПы. И вот кто-то говорит, пойду через ЦНАП, мол, там мои данные защищены, не через резерв плюс и все такое. Друзья, а почему вы так решили? А почему вы решили, что программное обеспечение для ЦНАПов писали не те же люди, которые писали резерв плюс? И у этих людей есть те же, не знаю, там полномочия, функции, доступ к этим же данным вашим, как и если бы вы их загрузили через резерв плюс. В этом смысле, мне кажется, что выбирая из вот этих трех вариантов, ну, если человек решил обновлять данные, то все-таки резерв плюс, ну, оптимальный вариант. Почему? Потому что резерв плюс, через резерв вы можете обновить данные, не выходя из дому. Да, во всех остальных случаях вы либо в ТЦК, что, ну, точно не вариант, либо надо идти в ЦНАП и там тоже ваши персональные данные точно так же утекут, скорее всего, тем же путем, которого вы боитесь и через резерв плюс. Если утекут. Хотя, мне кажется, что наши персональные данные давно уже все утекли и все, что можно до нас насобирать, уже давно продается в интернете. Поэтому здесь я даже за это там особо и не переживаю. Вот, потому что все, что можно было утечь, уже слито по полной и все продается как минимум в Даркнете, а, наверное, не только в Даркнете. Вот. Друзья, мне хочется в какой-то степени вас успокоить в том плане, что есть здесь вот эта сокрытая от нас юридическая сторона, да, что резерв плюс непонятен его статус, мы не можем его проверить, мы только на слово верим или не верим. А с другой стороны, может, хочется где-то чуть успокоить в том плане, что для нас, сейчас Крамолу скажу, сейчас вот кто-то потом скажет, ай-яй-яй, какое вообще, какую чушь адвокат сказал. Но скажу, для нас не столько важно знать, в какой постанове записана информация про резерв, сколько важно знать то, что ТЦК и ИСП и другие органы принимают резерв как легитимный додаток, да, как легитимное приложение, как легитимный документ. И теперь те люди, которые обновили данные, у которых есть там военно-учетный документ, могут его предъявлять. И он де-факто заменяет документ бумажный. То есть мы не можем с вами проверить, как оно де-юре, но де-факто они все-таки его признают. И мне кажется, что в этой ситуации, ну, наверное, это более весомый аргумент, который мы должны принимать, учитывать при принятии решений, там, обновлять данные, либо нет. В любом случае, оставляю это на ваше усмотрение. И ни в коем случае не буду настаивать, с учетом того, что полной информации на сегодняшний день о резерве плюс нет. Ну, кстати, опять же, как нет и информации о том, через какое программное обеспечение СНАПы будут обновлять ваши данные. Понимаете? То есть тут, ну, ситуация очень такая интересная. Выбор в любом случае за вами. На этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было полезно, ставьте ему лайк, подписывайтесь на мой YouTube канал. Также приглашаю вас в свой Telegram канал. Ссылочку на него вы найдете в описании к этому видео. Ну, а я традиционно вам пожелаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.